Мир вам, братья и сёстры! Слава Богу за эту возможность. В этот вечерний час мы вновь пришли поклониться Господу. Вчера у нас был такой хороший день, который, наверное, все в Америке любят, день благодарения, когда мы все собираемся своими семьями, с внуками, с детьми, за столом. И, наверное, каждый, наверное, рассуждал о чём-то за столом. Я просто сказал, давайте мы за столом, когда сидели, выскажем, ну, благодарность Богу, за что у вас есть сердце. Интересно, что все, кто были, и каждый, каждый высказал, что благодарность Богу за семью. Что семья есть. Благодарили Бога. Думаю, слава Богу, что Господь действительно создал семью. Это так важно. Семья. Всё-таки какое-то благословение, что мы имеем семьи, и особенно, если они благословены Богом. Это великая привилегия. Знаете, вот Экклезиаста в 4 главе, 8 стихом там написаны такие слова. «Человек одинокий, и другого нет, ни сына, ни брата, нет у него, и всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством, для кого же я тружусь, и лишаю душу мою благо, и это суета и недоброе дело». Знаете, человек одинокий. Знаете, слава Богу, что... Знаете, я вырос в семье, где было 8 детей, и когда семья большая, всегда как-то, ну, интересно в большой семье. Я думаю, что когда один ребёнок, то это неполноценная семья. И вот из этого стиха мы видим человек одинокий. У него никого нет, ни брата, ни сына, но это обделённый человек, обделённый человек, который живёт своей жизнью. Не семьи, знаете, и подчёркивает, это суета и недоброе дело, когда нет вот семьи. Человек одинокий. Знаете, вот наше время, это как эпидемия этого последнего времени, что много людей, очень-очень много одиноких, оставленных, забытых, как этот человек. Он один, хотя всё имеет он, но, как написано, это недоброе дело. Он один. У него нет того, кто бы принял всё это, кто бы помогал ему, кто бы, ну, был, поддерживал его руки. Знаете, вот одиночество, оно сегодня кругом. Пожилые люди, среди них очень много одиноких людей, у которых нет огонька радости в их глазах. И не только пожилые люди, но и молодые. Знаете, сегодня статистика говорит, что больше 50% молодых людей, которые всё имеют, и даже, может быть, родители и братьев, сестёр, но они одиноки. Они не чувствуют себя, что их кто-то любит, о них кто-то заботится. И даже подростки, подростки и дети. Я как-то вот брал один журнал, увидел, и этот журнал о сиротах, статья была, и вот два маленьких мальчика смотрят через окно. Думаю, какая вот эта грусть, что папа с мамой отвернулись от них, они остались одни. И вот такие лица, такие, ну, ждущие папу своего или маму. Как это было трудно смотреть, что даже вот этот ребёнок ещё несколько лет, а он уже вот с тоской в глазах. Одиночество. 70 сегодня процентов стариков, которые живут в старческих домах, допустим, если 100 человек, то из них 70, к которым никогда не приходят родные и близкие. Как они себя чувствуют одинокими, забытыми, брошенными. Может быть, и их в чём-то есть вина. 70 процентов пожилых людей иногда приходит болезнь в семью. Вы помните, как вот постигла болезнь Иова, когда он лишился детей, и единственный человек, который любил его, он оставил его. Жена, которая была хорошей женой в благополучии, которая родила много детей ему, и вот когда трудно стало, она оставила его. Болезнь, когда приходит болезнь, много таких моментов, когда оставляют в болезни. Мне, говорит, нужна здоровая жена или здоровый муж и покидают. И этот человек остаётся одиноким. Знаете, когда теряют работу, когда нет средств, знаете, как это тоже тяжело, потому что в основном всё держится на финансах, и часто жёны оставляют своих мужей, потому что нет средств к существованию, и человек становится тоже одиноким. неверность мужа или жены оставляют, предают, уходят, и они остаются одинокими. Дети выросли, улетают из гнезда, и остаются родители одинокими. И хорошо, если когда они приезжают, посещают своих родителей, а бывает, что уехали и больше не возвращаются, и только родители ждут писем, да не дожидаются, и живут в одиночестве, забыты, приходит депрессия, поэтому когда молодые люди чувствуют себя забытыми, ненужными, знаете, чтобы как-то восполнить вот это своё одиночество, и они начинают употреблять алкоголь, наркотики, заниматься сексом, чтобы найти какое-то удовольствие, чтобы забыть вот своё одиночество, одиночество, но это не проходит от этого одиночества, оно только на время, а потом оно с новой силой налегает на этого человека, и поэтому он одинокий, ему очень тяжело, или друзья умирают, жена, муж, или приходит это одиночество, и поэтому одиночество приходит, уныние, нет ни радости, нет никакого утешения, и тогда люди начинают задавать много вопросов, почему, кому я нужен, знаете, вот в Слове Божьем вот говорится такое, допустим, место, несколько мест я бы хотел прочитать, Псалом 101, 7-8 стихи, говорится здесь, я уподобился пеликану в пустыне, я стал как силен на развалинах, не сплю и сижу как одинокая птица на кровле, смотрите, как человек сравнивает свое одиночество с этой птицей, которая сидит на кровле или наверху дома, он говорит, сравнивает с этой одинокой птицей, или Псалом 24, 16 стихом, призри на меня, помилуй меня, ибо я одинок и угнетен, сегодня так полна жизнь наше одиночество, даже в нашем собрании есть те, которые чувствуют себя одинокими, иногда смотришь, сидишь отсюда и смотришь, один мальчик сидит, он всегда один, я понял, что он одинокий, нет у него друзей, почему-то лишился, жизнь, она полна неожиданностей, сегодня семья нормальная, муж, жена, но пришло горе в семью, умер муж и остается жена одна, приходит вот это одиночество, но слава Богу, что вот в последнее время вот это есть служение, которое собирают вдов, как-то ободряют их, поощряют, чтобы они могли молиться, чтобы не унывали, и это действительно хорошее служение, и апостол Тимофей пишет в пятой главе, пятым-шестым стихом, истинная вдовица одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. Действительно, когда эта вдова знает Господа, и хотя ей очень трудно в одиночестве, тогда она возлагает свою надежду на Господа. Но бывают другие моменты в жизни, когда человек становится одиноким. Знаете, одно выражение есть такое, я прочитал, «Никто так не одинок, как тот, кто отвергает Бога». Никто так не одинок, как тот, кто отвергает Бога. Знаете, когда он еще живой, когда имеется работа, когда ему не нужен Бог, а когда Бог забирает все, потому что он отверг, нет никакого благословения, когда обворачивается против него впоследствии, то люди, они действительно чувствуют себя одинокими и отвергнуты, потому что Бог отвернулся от них. Вот я как-то недели две назад смотрел от этих людях, которые отвергали в своей жизни Бога. Даже посмотреть на этого лидера, проретариата Ленина, его фотография, когда его уже в последние дни возили, такое лицо, какое-то такое несчастное лицо его, Ленина, который отвергал Бога, и он помрачился в разуме, просил прощения у стула, у стола, и так смотрится фотография, так думаешь, как жалко. Или вот Ярославский, там вот были вот несколько человек таких, которые противостояли всегда Богу, и что происходило, когда Бог отвернулся от них, и как они метались в своих предсмертных судорогах, ища какой-то милости, прощения, эти люди, никто так не одинок, как тот, кто отвергает Бога. Поэтому действительно у них навеки будет одиночество, они будут разлучены от Бога. Или вот еще второе Параминона, 12 глава, 5 стихом, там говорится, когда израильский народ оставил его, он послан на них царя, египетского Сусакима, и вот это слово «Я оставляю вас». Бог оставляет народ свой, и тогда, когда Бог оставляет народ, они чувствуют свое одиночество, неполноценность свою, нет вот этой охраны, защиты, покоя и мира. «Я оставляю вас». Это как приговор, это начинается жизнь одиночества, жизнь умоления, рабства, потому что пришел этот Сусаким. Поэтому никто так не одинок, как тот, кто оставляет Господа. Это все последствия греха, как грех вошел в жизнь человеческую, вот это наступило одиночество. Когда Адам и Ева согрешили, они убежали, спрятались от Бога, то они всегда с открытым лицом ждали вот этого общения с Богом. Когда Бог приходил, они имели общение в саду, в райском. Они размышляли, о чем-то рассуждали, им было приятно, но когда они согрешили, они убежали от Бога, спрятались. Знаете, когда читаем первую книгу «Бытие», во второй главе, 18-м стихом, когда Бог создал творение, когда Бог создал человека, и Бог сказал такие слова «Нехорошо быть человеку одному», то есть в одиночестве, нехорошо, Бог заметил, все было хорошо, все было по паре, все было прекрасно, но Адаму не было соответственно ему, и поэтому Бог заметил это, и он понял, что это «Нехорошо быть одному», и поэтому он создал вторую половину, когда человек имеет вторую половину, муж, жену, она приносит благословение для его дома, она поддерживает мужа, помощница, это особое благословение, Господь посылает детей, это благословение в семье, и поэтому «Нехорошо быть человеку одному», и Экклезиаста в 4-й главе, 9-м стихом там написано «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в трудах их». Двоим лучше, братья и сестры, и поэтому Бог вложил сегодня в сердца людей искать себе подобного, и поэтому «Нехорошо быть одному», и поэтому человек ищет подобную себе, а 10-м стихом написано «Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Поэтому это благословение, когда есть у тебя друг, жена или товарищ, который помогает тебе, который в трудное время поможет тебе. И 11-й стих. «Так же, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться». Смотрите, так вот Соломон так просто объясняет, двоим легче во всем. Если станет 12-й стих преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная нескоро порвется. Так вот просто объясняет Слово Божие, что двоим намного лучше. И поэтому в Слове Божьем, особенно в Новом Завете, там написано много таких слов, вот допустим, вот смотрите, ободряйте друг друга, носите бремена друг друга, Галатам написано, будьте внимательны друг ко другу, поощряйте к любви, к добрым делам, друг для друга. Знаете, вот в Ветхом Завете и в Новом Завете говорится, вот друг для друга, чтобы помогали в церкви, 57 раз говорится друг от други, что мы зависим друг от друга. Знаете, каждый человек, наверное, иногда испытывал в жизни вот это одиночество. Его испытывали благословенные люди и простой человек, его испытывали и цари, вот это вот одиночество, его испытывали и пророки, и даже Моисей, когда мы читаем числа 11 глава, 11 стихом и включительно по 14 стих, такой благословенный человек Моисей, и смотрите, как здесь вот говорится, и сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоими, ибо ты возложил на меня бремя всего народа сего, разве я носил во чреве весь народ сей, разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты склятвою обещал отцам его, откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему, ибо они плачут предо мною и говорят дайте нам есть мясо, смотрите 14 стих говорит, я один, не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня, он тяжел для меня, я один, это благословенный человек, о котором Господь говорил кратчайший из всех, он разговаривал с Богом, ему одному было тяжело вот нести вот это бремя, и поэтому ему тесть сказал, избери помощников, которые помогали бы тебе, 50 начальники, 100 начальники, 1000 начальники, чтобы они приходили, чтобы ты был более свободен, чтобы не был обременен с утра до вечера разбирая все трудности народа, которые он сталкивался, и поэтому он чувствовал вот эту неполноценность свою, потому что он один, его просил милости у Бога, потому что и брат, и сестра его стали против него, которые домогались власти, чтобы разделил он с ними власть свою, или те начальники народа, он чувствовал вот это одиночество, но слава Богу, что Бог был с ним, Бог был для него поддержкой, и даже такие люди, которые, как апостол Павел, столько они трудились, находились, благовествовали, с ним всегда были вот молодые люди, и он учил их всему многому, он ездил, и всегда его сопровождали люди, всегда были большие собрания, когда он проповедовал, но наступило то время, когда он оказался в темнице, когда он оказался в темнице, и много находясь времени провел, и когда его ввели в Рим, знаете, когда он увидел братьев своих, знаете, он набодрился, написано, увидел братьев своих, потому что он устал уже от этого, и посмотрите, если читаем 2-й Тимофея, 4-я глава, 9-м стихом, там написаны такие слова, «Постарайся прийти ко мне скоро», 10-й стих, «Ибо Димас оставил меня, возлюбил нынешний век, пошел в Фессалонику, крескент в Галатию, тит в Далматию, один Лука со мною», и дальше он говорит, «Марка возьми, приведи с собою, ибо он мне нужен для служения, тихий я оставил в Ефесе, когда придешь, принеси Филонь, который я оставил в Трааде, у Карпа, и книги особенно кожаные». Смотрите, «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменяться им». Вот, перечисляя многие имена, если читать дальше, там семь имен, и один только Лука остался с ним, все оставили его, и это трудное время в заключении, и написано, что «Никого не было со мною, но все меня оставили». И смотрите, он говорит, «Да не вменяться им». Вот приходят вот такие времена, когда и таких благословенных мужей, как вот апостол Павел, как бы уныние приходит, чувствует себя одинокими. Я думаю, что вы испытывали это в своей жизни. И он просит, постарайся прийти до зимы, постарайся. Ему хотелось иметь что-то, вот этот плащ, потому что наступают холода. Ему хотелось чувствовать вот эту поддержку от других, чтобы могли прийти посетить его. Знаете, такие люди чувствуют тоже одиночество. И поэтому он всегда просил своих посланий, в каждом послании молитесь за меня, молитесь за меня. Я вспоминаю историю, вы, наверное, читали тоже, я в детстве читал историю про индийского миссионера Стундер Синг, когда его схватили, сломали руку и бросили в колодец и закрыли на замок. И он, когда оказался в этой темноте, ощутил под собой кости разложившихся людей, которые были брошены до него, уже вот эти кости мёрзших людей, и он говорит, как никогда я почувствовал вот это одиночество, забытость, казалось, что Бог забыл меня, и он взмолился к Господу, и Господь, знаете, сразу своим Духом Святым наполнил его, и он почувствовал вот эту радость. Пришел тот, который поднял его из этого колодца, знаете, и исцелил его руку. Вы помните этот момент, что Бог в одиночестве, Он помогает своим детям, чтобы мы не пришли вот это состояние уныния. Знаете, в Америке люди хотят быть независимыми, они не хотят зависимым быть на работе, они, некоторые, не хотят в семье, от мужа, от жены, и даже в церкви, если какие-то проблемы, все, я могу пойти в другую церковь. Они хотят быть независимыми, и знаете, придут, побудут, уйдут, в одной церкви, в другой, в третьей, они независимы, они никому не подчиняются, вот так жизнь их идет, знаете, потом проходит время, получаются проблемы в семье, в детях, потому что человек никогда не был определен, а потом наступает уже, когда семья уходит, дети уходят, женятся, замуж, а человек, он не пристал ни к церкви, не нес никакого служения, вот он потом становится одиноким, знаете, вот эта проблема, потому что он сам решил быть в этом одиночестве, а потом начинаются вот эти жалобы, что я никому не нужен, меня никто не чествует церкви и прочее, знаете, вот это вот одиночество, но они сами для себя создали вот это одиночество, знаете, даже Сын Божий, Иисус Христос, когда был на Голговском кресте, знаете, когда весь грех был возложен на Него, знаете, вот этот крик, который он вызвал Господу, когда Отец оставил его, Матвей 27, глава 46 стихом, около 9-го часа воззапил Иисус громким голосом, или, или, лама, совахвани, то есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Он чувствовал вот это одиночество, то есть, вот это было всегда единение с Отцом Своим, я Отец и одно, он всегда исполнял волю Отца своего, а теперь Отец отвернулся, потому что на Сыне, его любимом, возложен был грех всего человечества. Бог послал для нас Сына Своего, чтобы мы имели общение с Ним и со святыми Его, и поэтому мы должны иметь общение с Сыном Его. Бог оставил на земле Слово Своё, братья и сёстры, чтобы мы не были одиноки, когда нам очень грустно, помните, песня такая, дайте, прочту утешение в Слове, потому что Слово это светильник ноге моей, среди этой тьмы. Бог пошлёт вот это утешение, и тогда вот это одиночество, оно отойдёт, отступит. И поэтому Псалом 118, 47 стихом написано, буду утешаться заповедями твоими, которые возлюбил. Буду утешаться этими заповедями. И когда человек обращается к этому светильнику, Бог открывает ему себя. Вот это общение с Богом, общение с Сыном Его, и ещё Бог дал на земле здесь нам вот эту церковь поместную. Мы имеем братьев и сестёр, с которыми мы встречаемся, с которыми мы общаемся, видим лица друг друга, когда нам улыбаются, когда мы видим кто-то в печали, мы спрашиваем, мы за них молимся, мы переживаем, мы поддерживаем друг друга, чтобы человек не был одиноким среди народа Божьего. Поэтому Бог создал церковь, и врата ада не одолеют её. И так хотелось, чтобы, когда люди приходят, не только наши улыбки были для тех, которые в первый раз приходят в дом молитвы, и для тех, которые сегодня, может быть, не так заметны, наши пожилые братья и сёстры, вдовы, или вдовцы в пожилом возрасте, замечать их, благословлять их, улыбаться им, говорить им, посылать им какое-то своё ободрение для них. Поэтому, слава Богу, что Бог на земле оставил Сына Своего, Сын пришёл, чтобы мы имели общение с Ним. Бог дал Слово Своё, и Бог дал Церковь, чтобы мы не были одинокими. Пусть Бог благословит нас вот эти мысли, чтобы мы могли размышлять об этом. Можно было бы много ещё мест читать, но я думаю, достаточно, чтобы вот сейчас, рассуждая об этом, мы могли сами дополнить то, что я говорил, что нас может избавить более от одиночества, чтобы мы были благословены в совместной жизни, в труде, друг с другом, когда с нашими братьями и сёстрами находимся в церкви, когда мы трудимся, чтобы наше служение было благословением для других. И поэтому я хотел бы сейчас тоже, чтобы мы помолились, помолились за тех, кто сегодня одинокий, кто находится действительно в трудных обстоятельствах, в тюрьмах, сколько сегодня находится в разных странах и в мусульманских, христиан, которые, казалось бы, тоже забыты. И вот чтобы Дух Святой мог их посетить. Вот сегодня нам хорошо, мы живём в такой стране, мы в благополучии забываем обо всём, забываем о других, чтобы Дух Святой наполнен нам. Есть те, которые забыты, брошены, одиноки, отвержены, чтобы мы могли просто помолиться за них. И церковь – это то место, где человек не должен быть одиноким. Пусть Бог благословит нас размышлять об этом, и пусть вот это общение с Отцом и Сыном, Духом Святым, со Словом и Церковью принесёт нам благословение. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok